Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередной мук-панк. Я нереально просто радостная, потому что сегодня я загрузила для вас пранк, и он нереально зашел, просто за 3 часа 30 тысяч просмотров. У меня никогда в жизни ни с одним видео такого не было. И куча просто положительных отзывов. Мне сразу начали писать, звонить все родственники, говорить, это подстава? Я говорю, что нет, то есть мама не знала об этом. Я реально очень рада, что вам зашло. И многие пишут в комментариях, что Айка, давай больше пранков. Но вы знаете, если я буду часто снимать пранки, мама уже не будет вестись на это. Поэтому надо раз, не знаю, в месяц, раз в полгода. К сожалению, это такая тематика, которую часто не снимешь. Но можно снять, например, пранк над парнем, или пранк над подругой, что-то такое. В общем, сегодня у нас с вами Филадельфия, а в темпуре роллы с лосося. И еще вот такие вот с креветкой. И сверху здесь кунжут. Давайте приступим. Не могу сказать, что я прям вау, голодная. Но захотелось роллы. Поедим немножечко. Немножко пожуем, так скажем. Так, первый должен пойти. Как вкусно. Мама потом начала мне предъявлять, если бы я знала, что это пранк и так далее, что это увидит столько людей, то я бы хотя бы вставила бы зубы. Я говорю, мам, если бы я ей сказала, то ничего бы не получилось. Все в комментариях писали, что сказал брат, когда узнал, что это пранк. Он теперь предлагает серьезно бить мне тату. Он был немножко в шоке, потому что, зная меня, типа я не умею играть роль. Типа я не умею пранковать. Я сразу начинаю улыбаться. Хотя не знаю, тут как-то получилось. Я сама пересмотрела три раза это видео и осталась в восторге. Почему-то все родственники мне звонят и говорят, это подстава или реально так? Я говорю, в смысле подстава? Так пранки и так и так снимаются. У меня есть еще одна идея. Пранка. Но уже не над мамой. Если бы получилось круто, я была бы очень рада. Сколько бы не набирали пранки, ребят, мукбанки будут всегда вот здесь, вот в сердце. Это любовь просто. В инстаграме вы, наверное, видели. Я не могу ее смыть. То есть получается, что края остались. И прям железобетонно. Вот ничем не вывести. А почему-то серединка прям сразу отошла. Наверное, это связано с тем, что как только я наклеила эту наклейку, я сразу же прошла с немножко маслом. Ну, чтобы типа блестит. Правдоподобно. Как же это вкусно. Обожаю роллы. Этот задний план мне просто настолько понравился в кадре, что я решила сегодня тоже сюда прискакать. Вчера снимала, в восторге просто осталось. Настолько мне картинка не нравилась никогда. Вот это вот видео вчерашнее, где я кушаю изысканный ужин, так скажем. Это была бомба. Раньше, когда я заказывала суши, мне никогда с этим попиком не доставляли. В этот раз с попочкой. Читаю комментарии, безумно мотивируюсь. Мне больше всего понравился момент. Мама такая, да кто тебя замуж возьмет, дурочка. И давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне задаете в инстаграме. Если вы хотите, чтобы в следующем видео прозвучал ваш вопрос, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там в инстаграм истории. Я просто ставлю опросник, и вы можете задавать свои вопросы. В общем, здесь такой интересный вопрос. Айка, если бы ты выходила замуж, и тебе ужасно бы не нравилась фамилия мужа, ты бы взяла бы его фамилию, чтобы его не обидеть? И как ты вообще к этому относишься? Насчет фамилии я бы взяла. Но некоторые прям девчонки делают скандалы из-за этого трагедии. Ой, моя фамилия и все дела. Я могу поменять. Но опять же, смотря какая у него там фамилия. Я очень люблю свою фамилию. Прям очень-очень. Потому что она редкая. Я вот сколько живу, вроде бы никогда не слышала эту фамилию. Однажды был такой случай. Я сидела на вступительных экзаменах, а вступительные экзамены, они не бывают с твоим классом. То есть тебя могут закинуть, например, вообще в другую школу. То есть ты должен сидеть и никого вокруг не знать. Вот вишка, в чем заключается. И в общем, когда эти листочки раздавали, там еще один был Аразов. Я сразу обратила внимание, что он тоже Аразов. А он впервые меня взял, свой листок. И он уже был занят, можно сказать. Работаем. Поэтому не заметила, что у меня тоже такая фамилия. А потом я спросила у него, когда мы выходили. И оказалось... Как вы думаете, оказалось, что мы родственники. Представляете? Я даже не ожидала. Оказывается, не то, что прям близкие родственники, очень дальние и дальние родственники. Получается, что наши бабушки двоюродные сестры. Вот так вот. Какое совпадение. В последнее время мама тоже полюбила роллы. Сначала вообще ее прям воротила просто от запаха. Сейчас она обожает. Поэтому сильно какой-то спор, скандал устраивать. Из-за фамилии я бы не стала. Все зависит от того, насколько бы это было важно моему любимому. Вот мой, например, он немного странный. В каких-то вещах он так прям бесится, что типа я мужик, все дела. А в некоторых вещах, например, он так прям спокойно относится. Например, тема с фамилией. Он говорит, что это твой выбор. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. То есть нету такого, что нет, ты должна взять и все. Я скандал и все. Как же вкусно, ребята. К сожалению, вот эта флешка всего на 20 минут. Это меня очень сильно бесит. Иногда бывает, что еда осталась. Я хочу, например, доесть, а времени уже мало. Надо купить новую флешку. Причем вы будете шокированы, что 20-минутный ролик на эту камеру Canon получается 5,5 гигабайт. Флешка на 6. Я только не знаю, куда уходят остальные гигабайты. Я вроде форматирую карточку, снимаю. Опять там максимальная память 5,5. Нет, даже карточка на 8, представляете? Я вроде форматирую. С чем это связано, я даже не знаю. Надо погуглить. Классика для меня это Филадельфия. Не то, что самое любимое, но если я заказываю роллы, там обязательно должна быть Филадельфия. С этим сыром офигенным. на ночь нажираться нехорошо. Так мы с вами не нажираемся. Перекус. Хороший аппетит. Это неплохо. Главное не поправляться. Мне иногда пишут в тиктоке Айка, ты поправилась. потом пишут Айка, ты похудела? Видео снято через день, ребята. Я не могла за день так сильно похудеть, а потом опять поправиться. Это все одежда. Может быть такая модель, например, джинсов, которая полнит. Вот я купила шортики, которые показывала в последнем покупке в шоппинг-влоге. И вот эти шорты они очень сильно полнят. Но меня это не расстраивает, не напрягает. И так нормально. У меня была подруга и у нее прям фигура груша. И она просто обожала свою фигуру. Вот реально. Не комплексовала ничуть. И чем больше человек показывает, что он любит свою фигуру, он любит себя, тем больше окружающие оценивают себя. «Все». «Все» 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 Первый пранк, когда я снимала с Фати, я еще была не такая опытная. В том плане, что я боялась ее обидеть. Я сразу призналась, боялась ее реакции, так скажем. А здесь с мамой вообще такого не было. Как же это вкусно! Азерола просто создана для меня. В этот раз имбиря было очень мало. В общем, ребята, не будем нажираться на ночь, так скажем. Сказала Айка, которая съела 30 роллов. Не 30, меньше их было намного. В общем, на этом все, ребята. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне безумно приятно, пожалуйста. Если вам не сложно, если вы все равно смотрите мои видео, ну подпишись, ну подпишись, я сказала. На этом все. Всех люблю, целую. Пока!